Законодатели республиканские демократы в Сенате Аризоны вели жаркие дебаты по поводу законопроекта под названием HCR 2060 во время заседания Сената. В случае принятия законопроект, который позволит местным и государственным органам задерживать нелегалов, запущенных Байденом, закон будет представлен избирателям Аризоны в ноябре. Более ранняя версия закона Аризоны, известная своим строгими мерами по борьбе с нелегальной миграцией, вызвала общенациональные дебаты, поскольку демократы, которые планируют использовать эти голоса за свою партию, пытаются представить, что задержание нелегалов — это не нарушение Конституции, а что-то такое, что способствует расовому перепрофилированию и дискриминации. Многие положения Аризонского закона 2010 года были отменены Верховным судом США. HCR 2060 также потребует от муниципалитетов и округов, получающих государственные средства налогоплательщиков на программы общественного благосостояния, использовать систему E-Verify для подтверждения того, что взрослые получатели законно присутствуют в Соединенных Штатах, прежде чем выплачивать какие-либо пособия, на которых плотно сидят вновь прибывшие нелегальные иностранные граждане. Сегодня демократы открыто разбрасывают направленные на поддержание бедных американских семей средства на выплаты пособий иностранным гражданам, незаконно перешедшим границ. Бывший кандидат в президенты от республиканской партии Ники Хелли заявила, что будет голосовать за 45-го президента Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Как избиратель я отдаю приоритет президенту, который будет опираться на наших союзников и привлекать к ответственности наших врагов, которые обеспечат безопасность границы, больше никаких оправданий. Президент, который поддержал бы капитализм и свободу. Президент, который понимает, что нам нужно меньше долгов, а побольше хорошей экономики. Трамп не был идеален в этой политике, но я, даст, надавала понять много сотни раз. Байден стал катастрофой, потому я буду голосовать за Трампа. Я придерживаюсь того, что сказала в своем речи об отстранении. Трампу было бы разумно обратиться к миллионам людей, которые голосовали за меня, и не предполагать, что они просто будут с ним, и искренне надеясь, что он это сделает. Хелли сказала, что Трамп выгодно отличается от Джо Байдена, которого она назвала катастрофой. Во время своего участия в праймерис Хелли все больше выделялась как одна из самых жестких критиков Трампа внутри своей партии. Хелли также заявила, что по-прежнему считает, что Трампу следует обратиться к ее избирателям, которые поддержали ее при выборной гонке 2024 года, а не предполагать, что они проголосуют за него по умолчанию. Белый дом спешно сливает 1 миллион баррелей бензина с северо-восточного резерва. Он был создан в 2014 году на фоне перебоев с топливом из-за частых ураганов, но теперь его попросту закрывают, а остатки заливают на рынок. Просто Байдену позарез нужно победить в Пенсильвании, где он сейчас отстает по рейтингам от Трампа. Вот и приходится продолжать дербанить стратегические резервы США с одной целью – лишь бы не поднимать цены. Нефтяной резерв и так за последние два года опустошили более чем наполовину – до 350 миллионов баррелей. Его хватит США лишь на 17 дней в случае перебоев с импортом нефти. Но сейчас цены на топливо вновь пошли вверх из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Рост цены и инфляция – главная тема, волнующая американцев. И большинство считают именно Трампа более компетентного в экономике. В своих шкурных интересах Байден испускает государственные запасы, пытаясь стабилизировать рост топливных цен на очень короткий период времени. О возможности форс-мажора никто не думает, хотя инфраструктура США тотально изношена. Но главное для Байдена – дотянуть полгода до выборов, а дальше хоть права не расти. Тринадцать округов штата Орегон проголосовали за сецессию с выходом из состава штата. Это консервативные сельские округа, которые недовольны политикой демократов во главе Орегона. Теперь они устраивают настоящий бунт против своего штата. За последний год Орегон стал одним из эпицентров культурных войн в США. В крупнейшем городе штата Портленде после погрома в БЛМ наблюдается настоящий разгул преступности. Орегон же первым в США легализовал тяжелые наркотики. Число смертей от передоза взлетело на 200%. Улицы городов Орегона забиты бездомными наркоманами, а сокращенная полиция уже не борется с преступностью. Это выводит из себя республиканских жителей. Теперь они хотят объявить о сецессии и лишить Орегон 70% территории, присоединившись к соседнему Айдахо. Демократы упрутся рогом, лишь бы этого не допустить, ведь они потеряют свою же кормовую базу, за счет которой проводятся левые эксперименты. Впрочем, это уже не первый такой прецедент. Консервативные округа в Вирджинии тоже хотят выйти из состава штата, который сильно сдвинулся влево. Север Калифорнии хочет создать свой республиканский штат Джеффрессон. Ситуация в Орегоне олицетворяет раскол Америки, а демократы с республиканцами уже всячески пытаются обособиться друг от друга. И это лишь повышает вероятность национального развода с разделом США или насильственного сценария вплоть до настоящей гражданской войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok